Про свадьбу спросил. Интересно, как священник помимо работы живёт? Как скажем, обычной жизнью? Да как вам сказать? Так вот обычной жизнью живём. То, что вы назвали работой, мы работой не называем, потому что это просто образ жизни. Это даже не служение, это даже служба. Ты вообще в принципе служишь. Я как-то объяснял разницу между службой и работой. Например, военнослужащий военно – это служба. А, допустим, какой-нибудь менеджер – это работа. Потому что он сегодня менеджер, завтра не менеджер. Или он сегодня менеджер с 8 часов утра до 6 вечера с перерыва на обед. Он просто человек. Его, конечно, могут вызвать, но ему за это должны заплатить. А военнослужащий – он служащий. Он в принципе военнослужащий. Его направляют и выполняют задачу в любое время, дня и ночи, в любой точке, куда ему прикажут. Правильно? Это все равно, что ложка. Ложка не работает ложкой. Она не может сказать, что сегодня со стальки до стальки, а завтра у меня выходной. Она служит ложкой. Ее в любой момент достали из ящика и использовали в качестве ложки. Но не в качестве ножа или еще чего-то. Она не предназначена для этого. Она именно ложка. Вот разница между работой и служением. Священник служит. Это его служение. Он в любое время священник. Ему могут позвонить, задать вопрос, проконсультироваться. Он как таковой священник. И на него всегда смотришь, как на священника. Он не может сидеть и есть колбасу, и ему скажут, что подсвет идет. Он же не может сказать, что в отпуске, поэтому я буду есть колбасу, а вы поститесь. Он не может этого сказать. Священник, как христианин, должен всегда быть примером христианина. Это его образ жизни. Поэтому мы не называем это работой. Мы называем это просто жизнью. Мы живем. Вот так живем. Это образ жизни и служение наше. Точно также, что касается меня, я сельский священник. На моем попечении есть храм, мой приход и еще несколько соседних приходов. Есть люди, которые приходят в храм помолиться во время богослужения. Я возглавляю это богослужение, я совершаю это богослужение. Они приходят, я им должен уделить внимание, если исповедоваться или еще что-то причаститься. Если приходят покрестить ребенка, я должен обеспечить, что ребенка нужно покрестить хорошо. Если вы пришли венчаться, давайте с вами будем венчать вас. Если кто-то умер, меня приглашают похоронить, отпеть этого человека, совершить христианское погребение. То же самое делаем. Кроме этого, храм еще нуждается не просто в богослужении, он нуждается в административном присмотре. Там работают люди, они получают зарплату. Какие-то текучие хозяйственные вопросы нужно решать. Ремонт, например, крыша протекает или с электричеством что-то. Лампочка просто перегорела. Икону повесить или перевесить, или еще что-нибудь сделать. То есть это постоянно текучее движение. Кто-то это должен делать, кто-то должен быть в церковной лавке и людей встречать. Кто-то должен быть на клиросе и петь во время богослужения, читать. Нужно обеспечить, чтобы они умели читать и петь. И этим всем должен священник этим занимается. То есть административные такие вопросы решать. Кроме этого, воскресная школа должна при храме существовать. Библиотека должна быть при храме. Организации, которые существуют в селе, они приглашают на какие-то мероприятия по каким-то поводам. Вот меня сейчас приглашают в службу судебных приставов. Есть злостные неплательщики алиментов. Вот приглашают с ними пообщаться. Надо будет организовать такую встречу. То есть они организовывают, мне нужно прийти, пообщаться, откликнуться и так далее. Вот из этого всего и состоит наша жизнь. Кроме всего этого, есть еще и, мало ли, меня в епархию вызовут по какому-то поводу. Другие приходы тоже на меня есть. На них надо присматривать и какие-то вопросы решать. Есть семья, есть дети, в конце концов, свои собственные. Вот так и живем. По поводу отпусков, выходных. Ну, бывает у нас, как бы сказать, бывает, мы соберемся, отдохнем где-нибудь. Но обычно никуда не... Ну, я, например. Другие, я за других не скажу, потому что люди разные. Я, например, люблю дома отдыхать. Или вот есть у меня, например, знакомые священники, с которыми можно встретиться с семьей, съездить к ним туда. Или они сюда приезжают. И мы можем посидеть, пообщаться и душу отвести. Ну, вот, собственно, и все. У нас в армейке в столовой ноже не было, ложкой на куски еду резали. Но так тоже можно, допустим, меня заставить, например, штукатурить стену. Я могу штукатурить. Можно. Может, получится не так красиво, как у штукатуров профессиональных. Но, в принципе, я умею это делать. Жизнь научила. И каменчиком я тоже быть могу. Но это мне не свойственно. Я положу кладку. Я знаю, как это делать. Мы вели кладку здесь, когда храм строили. Но получится коряво. Лучше пусть это делают специалисты. Так вот и вилкой можно, конечно, хлеб порезать. То есть ложкой. Но насколько это будет красиво, сами понимаете. Так вот. Спасибо за внимание.